Добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, уважаемые гости. Я с удовольствием сразу, без излишних прелюдий, представлю вам под сводами здания, где готовятся будущие мастера четвертой власти, людей, которые состоялись в исключительно важной, реальной и судьбоносной, судебной власти нашей страны, нашей республики, людей, от которых зависит будущее каждого из нас. В какой-то момент нашей жизни, рано или поздно, попадаем в какие-то ситуации, где нужен судья. Судья уполномоченный или на то, судья неуполномоченный. Всегда возникает ситуация, где нужно, чтобы кто-то помог разрешить возникающий спор. А есть люди, которые делают это на высшем законодательном правовом уровне. Есть люди, которые решают самые сложные и самые острые проблемы, возникающие во взаимоотношениях между людьми, предприятиями, организациями. Все, что в обществе накопилось. Это Верховный суд. И под ваши бурные аплодисменты председатель Верховного суда Республики Татарстан Ильгиз Идрисович Гелазов. И любимый декан юридического факультета Казанского федерального университета Вильталгатна Бакульна. Я хочу нашим телезрителям напомнить, что сегодня разговор будет очень профессиональным, потому что в здале находятся студенты юридического факультета. То есть те самые люди, которые являются основой, базой будущего развития правовой системы нашей страны и нашей республики. Прежде всего напомню, что встреча наша организована в канун, в начале декабря будет День юриста, профессиональный праздник людей, работающих в юридической системе. Но еще и это юбилейный, предюбилейный год для Верховного суда нашей республики. 150 лет. Кстати, вчера Казанскому федеральному университету исполнилось 215. Прямо мы все в круглых замечательных датах. И если позвольте, именно с этого я бы хотел, чтобы вы начали. Вот про круглые даты. Добрый день, уважаемые коллеги. А я к вам обращаюсь как к коллегам, потому что вы уже старшекурсники и гарантированно станете юристами. Не обязательно вы окажетесь в сфере права применения, но ваше юридическое образование оно универсально. Универсально в том плане, что оно применено в разных отраслях. Оно и в бизнесе, в государственных структурах, в правоохранительных. Но вы сами видите, и наш президент нашей страны, юрист по образованию, и премьер-министр, юрист по образованию. Поэтому профессия достаточно востребованная, универсальна в разных отраслях и в разных сферах нашей с вами жизни. Начиная нашу встречу, я хотел присоединиться к поздравлениям в связи с прошедшей юбилейной датой. 215 тоже юбилейная дата, очень круглая. На будущий год Казанский окружной суд будет отмечать 150 лет, а мы исчисляем нашу дату с того момента, когда судебной реформой был образован Казанский окружной суд. И мы продолжаем его традиции, и по сравнению с другими субъектами, которые исчисляют свои даты с каких-то 2025-30-х годов, мы считаем, что мы существуем с того 1870 года, когда указом императора, естественно, был открыт Казанский окружной суд. Так что с праздниками вас, и, естественно, с праздником наступающим, это днем юриста, который будет отмечаться 3 декабря. И достаточно хорошо. Спасибо. Прежде чем вы окунетесь в детали, один общий вопрос, который, наверное, висит где-то подсознательно и у ваших будущих коллег, кстати, и у многих людей в обществе. Для того, чтобы восторжествовало право, работают специалисты самых разных, более узких областей правоведения. Адвокаты, правоохранительные системы, прокуроры. Потом все сводится к судье. То есть, на самом деле, он является не только судьей в той или иной ситуации, в том или ином деле, который он рассматривает, но еще вершит, он делает заключение о профессионализме собственных коллег. Потому что он принимает или не принимает то, что они наработали долгое время, в течение долгого времени. Отсюда очень простой, но очень непонятный для многих вопрос, как стать судьей, тем более Верховного суда, тем более председателем. Если можно, на вашем примере. Ну, на моем примере. Чтобы нам не возвращаться к вопросу о моей биографии, я вкратце тезисно в нескольких словах только расскажу, как я оказался в сфере правоприменения в судебной системе. К сожалению, или мне повезло, мне не посчастливилось быть выпускником юридического факультета нашего университета. Я его нашим называю, потому что я уроженец города Казани. Вырос я в рабочем поселке, в рабочей семье. И в 1974 году я пытался поступить на юридический факультет. В те времена сдавали экзамены. Четыре с половиной в аттестате было, две пятерки, две четверки. Но для школьника оказалось полбала недостаточно. Вот, таким образом, не получилось у меня поступить. Работал я на заводе в 16-м. После этого в армию забрали. Служил в армии, в Подмосковье. Но, вы знаете, с детства у меня было желание заняться восстановлением справедливости. Я считаю, вот это чувство справедливости, оно в принципе должно быть в первую очередь присуще людям, которые занимаются восстановлением прав, нарушенных, предполагаемых, разных прав. И вы тоже, будучи в разных сферах правоохранительной деятельности, будете заниматься именно восстановлением нарушенных прав. И при этом вот это вот чувство справедливости, желание его восстановить, вот оно, наверное, предупредило то, почему я решил заняться именно юриспруденцией. Вот, в жизни сложилось так, что я занимался и общественной работой, был и в армии комсоргом, и в школе, в пионерском отряде. И, естественно, готовился, так сильно хотел стать студентом. Я готовился, собирался вернуться и опять поступать на юридический факультет. Но пришла разнарядка в наш политотдел, в нашей воинской части, где было сказано о том, что просят рекомендовать, а только по рекомендации, значит, рекомендовать желающих учиться на юридический факультет. На факультет, он назывался экономики и права, университета дружбы народов имени Патриса Лумубы. Вот, я получил рекомендацию, поехал и поступил. Вот, можно сказать о том, что мне в жизни в какой-то степени повезло. Повезло, что такой счастливый случай предоставился, я им воспользовался. Вот, учились мы там вместе с иностранцами. Про учебу я рассказывать не буду, это отдельная история. Получил я два диплома, диплом переводчика с английского языка и диплом юриста правоведения. Период учебы после третьего курса я работал переводчиком на Ближнем Востоке, в Ираке. Вот, в то время война шла между Ираком и Ираном, военные поставки были. Вот, в рамках работы переводчиком с английского языка пришлось и разговорный арабский выучить, и эти вещи были. Период Олимпиады 80, я гидом-переводчиком работал на Олимпиаде. Вот, а по окончании, естественно, я вернулся к себе в Казань. Вот, пришел к министру юстиции, Тазидинов был, Анасгадулыч. Вот, он на меня очень странно посмотрел, я говорю, у меня свободное распределение, распределите меня куда-нибудь. Вот, он меня распределил в Министерство социального обеспечения старшим инспектором по кадрам. И я там три года, как молодой специалист, полностью отработал. Вот, но я тоже там не просто работал, я и в партию вступил, председателем правкома был, общественная деятельность. Вот, создал филиал Челябинского юридического техникума, выпуск был, через три года пришел к нему, а он мне говорит, мы за тобой присматривали. Он говорит, что ты хочешь опять? Я говорю, я хочу в суд. Вот, и он, естественно, тогда, через райком партии, через выборы, в 87 году, в июне месяце, меня избрали народным судеем Бауманского районного народного суда. Тогда все это избирали, поэтому у меня чисто судейский стаж, 32 года на сегодняшний день, вот, чисто судейский стаж. Недолго я работал в Бауманском народном суде, я рассматривал уголовные дела, я изначально криминалист, через полтора года меня пригласили в Верховный суд нашей страны, нашей республики. Вот, с 89 года я в Верховном суде, взяли меня работать по первой инстанции, я очень много рассматривал дел по первой инстанции, вот, ездил много по республике, выездные заседания, с народными заседателями были. И если кто-то слышал о таких вещах, вот, в частности, был у меня уникальный случай, когда я рассмотрел в августе 89 года процесс на стадионе Гренада, набережных Челнах, провел при стечении 5000 людей присутствовали, потому что это был период поздней перестройки, очень дерзкое преступление было. Ну, скажем так, маньяк, неоднократно судимый за изнасилование несовершеннолетних, опять совершил убийство несовершеннолетних и изнасилования. Город сбурлил, требовали открытого судебного процесса, несмотря на то, что, как вы знаете, вы как юристы знаете о том, что преступления, связанные с половой неприкосновенностью, они в закрытых судебных процессах осуществляют. Ну, тут сами потерпевшие, родители, четыре общественных обвинителя требовали открытого судебного процесса. Вот, в связи с чем, естественно, для того, чтобы не переросло вот это стихийное митинг и стихийное возмущение народа, который собрался 5000 человек перед автозаводским районным судом города, набережные Челны, вот, мы с народными заседателями приняли решение, чтобы этих беспорядков не было, взяли на себя ответственность, что мы соглашаемся на открытый судебный процесс, но где разместить 5000 человек? Вот, и они предложили, вот есть стадион Гренада, где на одной из трибун можно посадить 5000 человек, и мы четыре дня на стадионе, присутствие вот такого количества людей, рассматривали это дело, вот, вынесли высшую меру наказания, смертную казнь, приговор через год был исполнен, волна недовольства спала, вот, решение было правильным, при касационном рассмотрении тогда, в Верховном суде Российской Федерации, переговор был оставлен без изменения, вот и такой случай у меня был, то есть, умение взять на себя ответственность за какие-то серьезные вещи, связанные с определением меры наказания, если это гражданское дело с выселением, с решением судьбы детей, вот, умение взять на себя ответственность, это, наверное, является второй чертой судьи, который, естественно, должен, кроме чувства справедливости, еще и брать на себя ответственность за выносимое им решение. Вот такой процесс был, я рассматривал дела бандитские, банду Боцмана, если кто-то что-то слышал, это одна из первых группировок, которая была в Казани, очень большое дело было, вот, но, несмотря на все это, в 96-м году, когда освободилось место заместителя по гражданским делам, председатель Верховного суда нашего, Геннай Михайлович Баранов, предложил мне возглавить гражданскую коллегию. Я человек, который состоялся как криминалист к тому времени и считался неплохим криминалистом, вот, был удивлен этому, я говорю, Геннай Михайлович, с чем это связано? Он говорит, я вижу, ты трудоголик, ты справишься с этим делом. Я говорю, ну, я ведь гражданские дела не рассматривал. Он говорит, а там важно чувство справедливости, если оно у тебя будет, ты ошибаться не будешь. Вот, я согласился, и за полгода работы я вынужден был перечитать в гражданском праве столько литературы, сколько я за пять лет учебы своей не читал. Но через полгода признала меня и коллегия, а через год, естественно, и судейское сообщество, как человека, который является цивилистом и разбирается. Я 12 лет был цивилистом, рассматривал сам наравне со всеми очень большое количество гражданских дел. Очень сложный период был в начале 2000-х годов, когда в рамках нормы контроля приводили в соответствии с федеральным законодательством наше татарстанское местное законодательство, особенно эти вопросы политически связаны с пересмотром Конституции. При пересмотре нашей Конституции наши судьи только два раза обращались в Конституционный суд Российской Федерации для проверки тех или иных нормативных актов. Это были очень непростые времена. После того, как я 12 лет был заместителем по гражданским делам, в 2008 году ушел в отставку наш заместитель по уголовным делам Рив Камил Шерифуллин. Очень легендарная личность, вы, возможно, о нем слышали, это судья с большой буквы, руководитель. И он не смог, у него коллегия большая была, 50 с лишним человек, он говорит, ты же криминалист изначально, возвращайся, я ухожу в отставку, я хочу, чтобы на моем месте остался ты. Я говорю, хорошо, я согласился, вернулся опять на уголовную коллегию, 3 года ее возглавлял, но в рамках работы в судебной системе я продолжал заниматься и общественной деятельностью. Я был 6 лет председателем экзаменационной комиссии, 2 срока я был председателем Совета Судей нашей республики. Затем в 2004 году меня избрали членом Совета Судей Российской Федерации. Я в Совете Судей активно принимал участие, работал в этих вещах. Ну и вот в результате этого всего в 2011 году, когда наш председатель Баранов Геннадий Михайлович ушел в отставку, он рекомендовал меня на эту должность. Я поехал в Москву, там посмотрели на мою биографию, они меня уже все знали и говорили, а куда деть ваше 15 лет замства, куда деть вашу общественную деятельность. Вы самый подготовленный человек для этой должности. И вот в 2011 году меня назначили, а позапрошлым году меня на второй срок назначили председателем Верховного Суда. Вот такая биография. Я женат, один ребенок, дочка, два внука. Спасибо. Спасибо. Мы, конечно, обратимся и к заявной сегодня теме, но все-таки у вас мелькнула такая фраза, когда вы говорили о том, что не смогли поступить на юрфак Казанского университета, что счастье еще в лице Патрису Лумумы. И в связи с этим, Леонид Алгат, хотелось у вас уточнить, что. Но у нас кто сегодня, какой портрет сегодня тех, кто поступает на юридические факультеты, чтобы не сложилось впечатление, что вообще не поступить – это счастье. Ленина отчислили к счастью, да, для кого-то к несчастью, кого-то к счастью, да, вот не поступили. Вот и сколько из выпускников Казанского юрфака работает сегодня в судебной системе? Ну, так примерно, понятно, не один в один там. Много процентов, мало. Точнее эту цифру назовет, если начать с конца, то, по-моему, 98% выпускников юрфака, они составляют как раз весь цвет судебной системы Республики Татарстан. Нет? Да, 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 большинство. За 90, я точные цифры вам не скажу, вот, но надо отметить в последние годы, что у нас еще и хорошее, скажем, поступление выпускников Казанского филиала университета правосудия. Они тоже. Я им оставил два процента. Да, они там 2%, но тоже там и рост неплохой, уже люди есть и заместители председателя районных судов, и федеральные судьи, а основная масса, естественно, это юрфак наш. Наш юрфак, я все равно говорю наш. Спасибо, Евгений Андреевич. Действительно, сегодняшний выпускник, вернее, абитуриент, наверное, да, вот на входе в Альма-Матер, он очень подготовленный, не только потому, что высокие требования в связи с небольшим количеством бюджетных мест, но при этом очень хорошая подготовка, потому что даже на коммерческом обучении у нас поступают абитуриенты, которые имеют 220 баллов за три экзамена. То есть мы сегодня говорим о поступлении в соответствии с единым госэкзаменом, поэтому История общества знания и русский язык, они сдают в среднем на 80 баллов, поэтому 276 баллов это для бюджетного обучения, и, соответственно, 220 баллов мы устанавливаем нижнюю границу для поступления на коммерческую форму обучения. Поэтому у нас замечательные студенты, я считаю, что большинство из них все-таки мотивировано, несмотря на то, что, конечно, есть те, кто еще сомневается в выборе профессии, но на протяжении последующих четырех лет обучения на бакалавриате и дальше они продолжают обучение в магистратуре, говорят о том, что, в общем-то, это те люди, которые не ошиблись в выборе профессии и за эти годы обучения поняли, что действительно юрфак – это тот факультет и Казанского федерального университета, это куда они сделали правильный выбор, и будущее профессии юриста для многих становится именно основной, то есть не такой большой процент, кто не может себя найти вот именно в юридической профессии. Но мы всегда говорим, что профессия юриста, она универсальна, то есть твое знание законов позволяет тебе работать не обязательно вот исключительно в сфере юридической, но, по крайней мере, все управленческие посты ты спокойно можешь замещать, потому что у тебя вот это системное смышление и знание законодательства позволяют тебе, в общем-то, и управлять коллективом, даже если ты не выполняешь, собственно, юридическую функцию. Поэтому я надеюсь, что и те, кто сегодня здесь присутствует, и те, кто учится на юридическом факультете, они никогда не пожалели о том, что выбрали именно юридический факультет Казанского федерального университета, и в этом смысле им повезло. Спасибо. Да, можно себе поаплодировать. И теперь, возвращаясь к суду, еще к судебной деятельности, еще несколько вопросов на понимание. Прежде всего, что называется, в цифрах. Какова сегодня тенденция по росту или уменьшению, вот, скажем, уголовных, криминальных дел, рассматриваемых уже на вашем уровне? Буквально недавно было интервью, и вообще сейчас в обществе идут споры, нечего на одно интервью ссылаться, в обществе идут споры, и опасения о том, что все-таки криминогенная ситуация ухудшается, и все больше и больше, соответственно, появляются работы у правоохранительных органов и как результат у судебной системы. И в связи с этим еще под вопрос. Вот вы вспоминали шумные дела, громкие дела, в том числе конца 90-х, начала 2000-х, а ведь многие из них сегодня выходят на свободу. Не приведет ли это к очередному росту, помимо того, что есть уже вновь образованные криминальные сообщества, но еще и те добавятся? Не приведет ли это, соответственно, к росту работы в конечной точке, что называется, у судов? Вообще, какие дела преобладают? Как в цифрах можно охарактеризовать и спрогнозировать то, чем вам приходится заниматься? Я сначала с этого узкого вопроса начну, а потом чуть шире отвечу. Вы понимаете, на уровень преступности, конечно, много факторов влияет. Это и социально-политическая обстановка в стране, это и вопросы, связанные с финансовым состоянием, с состоянием в обществе, это и определенное, скажем, падение нравственных каких-то критериев, отношения. Вы же видели, вот буквально на днях нашумевший достаточно этот ролик, когда два автомобилиста ехали, кто-то кому-то не уступил и взял один другому, с окошка выстрелил. Ну что это такое? Как эти вещи возможны для нормального человека? Это же понять даже нам достаточно сложно. Факторов, влияющих на преступность, достаточно много. Но я бы не сказал, что это основополагающее. У нас, вот у профессионалов, судей, мы регулярно отмечаем это, у нас какое-то ощущение, что нет какого-то одного фактора, который влияет на какой-то рост. Оно идет волнообразно. То идет увеличение, то опять спад. То увеличение, то опять спад. Какие-то факторы влияют, но вот с чем это связано, вот это вот падение и рост преступности, сказать достаточно сложно. Меня тоже насторожили, эта информация в интернете, касающаяся того, что вот и Татарстан по ряду позиций очень так сдал, преступность увеличения идет. С чем это связано? Хотя регион-то наш ведь достаточно благополучный, не только в части, касающейся экономического его состояния, развития, вот, возможность досуга, эти спортивные такие объекты, большие, в таком количестве, возможность заниматься, реализовывать себя. Есть возможность карьерного роста, социальные лифты работают. Вот как бы ни говорили, я вот возвращаюсь к нашей кадровой политике, мы ведь тоже смотрим-то не от того, что прошу прощения, кто-то просит за кого-то там, пожалуйста, примите его назначите судьей, или куда-то повысите, или Верховный суд возьмите. Мы смотрим в первую очередь, что это из себя человек представляет. Профессионал он, не профессионал. Вот эти профессиональные качества, эти люди нужны, и, естественно, эти люди оказываются востребованными. Поэтому говорить вот о том, что преступность, она как-то взаимосвязана, что сейчас выходят те, кого сажали в 90-е, нулевые годы, наверное, это в какой-то степени присутствует. Вместе с тем, надо же сказать, что вопрос ресоциализации тех, кто выходит с места лишения свободы, он достаточно непростой. Люди оттуда выходят, и им себя реализовать, и найти место в нашей гражданской жизни достаточно непросто. Есть уже сейчас у нас и общественные фонды, которые этими вещами, энтузиасты есть, которые этими занимаются. Но у государства пока сил на это почему-то не хватает. Это тоже влияет на преступность. Оно и влияет, естественно, и в зависимости от того, какой это регион, если тот или иной регион в свое время создавался из неблагополучных людей, Нижнекамск, химия была там. Вот на химию в свое время статья 24 прим была, Уголовного кодекса, да, условное наказание с обязательным привлечением к труду. На химию говорили. Вот на химии там они и отсидали в Нижнекамске. Естественно, это в какой-то степени накладывает определенный отпечаток на тот контингент, который там живет, на это население, на их детей, воспитание и прочее. Либо взять вот набережные Челны. Как он создавался? Со всей страны приезжали люди, которые, скажем, в какой-то степени без корней, набережные Челны создавались так же, как и Америка. Из авантюристов, которые вот смелые и прочие. И город до сих пор, он остается таким же, очень своеобразным. Он независим. Там очень необычные дела. И мы, вот я возвращаюсь к нашим судебным делам, да, и мы это видим, мы знаем о том, что один район от другого района отличается по категории дел, по сутяжничеству, либо, скажем, по кривитническим письмам, либо трудолюбивый народ, либо там как-то иным способом. Каждый район специфический. И он имеет свой характер. И мы это тоже и знаем, и учитываем эти все вещи. Вы понимаете? Поэтому вот говорить, что что-то конкретное влияет на криминогенную обстановку в нашей стране, однозначно, наверное, сказать сложно. Но касаясь цифр, я вам просто, они достаточно известны. Я вам только фрагментарно на некоторых вещах остановлюсь, чтобы у вас были определенные представления, касающиеся того, что из себя представляет судебная система нашей республики. И я не буду говорить десятые там доли и копейки. В среднем мы рассматриваем где-то 850 тысяч дел и материалов в год. Эта цифра колеблется, плюс-минус увеличивается, уменьшается. Но 850 тысяч. Но если взять, что по каждому делу, будь то уголовное, гражданское, в обязательном порядке как минимум две стороны, не говоря о третьих лицах или там адвокатах, еще что-то, это уже полтора миллиона. Сколько у нас населения? 3,8. Вот и получается, каждый третий гражданин нашей республики в течение года оказывается в орбите судопроизводства. Зачем суд нужен? Суд нужен для того, чтобы снимать конфликтность, разрешать спорные права отношения. Ведь суд не от хорошей жизни люди идут. Они идут для того, что они не могут между собой договориться, с работодателем договориться, с государством договориться. У них возникает конфликт. И кто-то этот конфликт должен разрешать. И именно суд является тем местом, а он достаточно такой, скажем, острый в этом отношении. У нас приходят на апелляцию, после апелляционного рассмотрения ухитряются в коридорах начинать драться. Ножи с собой пытаются приносить и так далее, если кого-то что-то не устраивает. Это очень специфическое место. И то, чем суд занимается, он снимает вот эту конфликтность. А конфликтность в обществе на сегодняшний день зашкаливает запредельно. Вот я говорил вам об этом случае, о котором мы с вами говорили, о том, что один в другого выстрелил. Это же сплошь и рядом. Вот эту конфликту нужно снимать. Поэтому это очень большое количество дел, которые рассматривает наша судебная система. И надо сказать, что большая часть этих дел, естественно, рассматривается мировыми судьями. Мировые судьи, они, естественно, вроде простенькие дела, приказное производство, но все равно это 65% от общего количества. Это приличная нагрузка. Нагрузка достаточно большая, потому что вот у судей районных, у нас есть условные такие показатели, у районных судей средняя республиканская нагрузка, это 65 дел и материалов в месяц. 65. У этих, у мировых, эта нагрузка, она достигает, значит, сейчас я вам скажу, да. 279 дел и материалов, по которым нужно вынести какое-то судебное решение. Взять на себя ответственность и сказать, защите там сумму такую-то, еще что-то простое, упрощенное производство, приказное частое. Но в любом случае этот документ надо изучить, обращение, вынести соответствующее решение, проверить его, подписать, отправить на исполнение и так далее. Нагрузка очень большая на мировых судей, несмотря на то, что они рассматривают вроде проченькие дела. Что касается утверждаемости или качества работы, оно достаточно высокое у нас в республике. По уголовным делам эта цифра 87%, по гражданским 80%, по административным 78%. Это то, что, вы знаете, это процент оставленных без изменений от количества обжалованных в вышестоящую инстанцию. В судебной системе у нас работает 687 судей. Это касается Верховный суд, районные суды, мировые. 687, ну почти 700 и 2000 аппарата. Вот на наше население 3,8 миллиона, это достаточно не очень-то большое количество судей. Поэтому судейский корпус, он немногочислен. Его мало, и поэтому его значительно мало, чем в милиции, чем в прокуратуре, чем в адвокатуре. Поэтому, может быть, и говорят, что судейская карьера для юриста это высшая ступень, к которой нужно стремиться. И многие работники с правоохранительных органов к нам просятся. Мы смотрим, мы берем их, в том числе и с адвокатуры, и с милиции, из прокуратуры, из помощников, большей частью. Но кадровая политика это отдельный разговор. Если у вас какие-то вопросы возникнут, мы, в принципе, можем и об этом переговорить и в отношении этого решить. Гендерная составляющая тоже очень интересна. У нас она в среднем 54% это мужчины, и 46% женщины. Надо сказать о том, что цифры достаточно такие у нас, скажем так, уравновешенные по сравнению с другими субъектами. В последнее время, в связи с кадровой политикой и со сложностями назначения мужчин на эти должности, естественно, большей частью женщины становятся судьями. Во многих субъектах эта цифра дошла до 80%. Это достаточно серьезные цифры до 80%. Хотя я вам могу сказать официально о том, что мировая практика, есть цифры, есть статистика, мировая практика женщины в судейском корпусе составляет где-то в пределах 24-25%. Даже в развитых европейских и американских странах. У нас вот как-то так сложилось изначально, о том, что все-таки женщины большей частью были. Ну вот у нас в Торстане, я сказал, 54 на 46. Но в мировой юстиции 66% женщин и всего лишь 34% мужчин. Тоже вот так вот сложилось очень интересно. Возрастное примерно одинаково. Примерно одинаково у нас идет, скажем, вот у нас есть показатели до 40 лет, от 40 до 50 и свыше 50. Примерно одинаково по всем этим возрастам. Одна треть, одна треть, одна треть. Ну и в отношении стажа тоже самое. Стаж большей частью, конечно, это от 3 до 10. Вот свыше 10 где-то в полтора раза больше, а в полтора раза меньше до 3 лет. То есть показатели такого характера. Ну и в части ротации. Кадровая политика, она достаточно активно идет, скажем так, учитывает эти все обстоятельства. Вы, наверное, также следите за, скажем, за сообщениями. В том числе, кстати, рекомендую почаще заглядывать и на наш сайт Верховного суда Республики Торстан. Там информации много. В том числе и не только то, чем мы занимаемся, само судопроизводство, но и общественная жизнь, и вопросы, связанные с назначением. За 6 месяцев этого года было назначено 2 председателя районного суда, 3 заместителя, 17 судей районных, 20 мировых, всего 42 судьи. Ротация идет, востребованность в этой профессии есть. Она достаточно престижна в обществе, несмотря на тот негатив, который в социальных сетях имеет место быть. Говорят, вот они все там плохие, продажные, неграмотные и так далее. Это совершенно не так. Стать судьей очень сложно. На сегодняшний день очень-очень непросто. Все эти процедуры, если это интересно будет, я об этом отдельно могу на ваши вопросы ответить и так далее. Пройти все эти процедуры и стать федеральным судьей на сегодняшний день крайне сложно. Но при желании все это возможно. Все в ваших руках. Так что, вот, наверное, я так вкратце. Спасибо. Можно, я думаю, отметить. И прежде чем я предложу микрофон залу, мы перейдем в сессии вопросов-ответов. Еще несколько вопросов, ответ на которые, я думаю, питательную среду для собеседников еще дадут. Но вначале все-таки чисто журналистский интерес не могу. Во-первых, вы перевернули наше мнение, вот про мое. Вот точно сейчас, когда назвали мировые наши цифры по присутствию женщин в судебной системе. Когда все жалуются, что женщин мало во власти, так судебная самая такая власть, да, они там преобладают. Чего жалуемся-то? Вот. И вот вы сказали, мы знаем, какие районы самые такие доносчики, клеветники. А это судебные тайны? Интересно, какой район у нас самый сутяжный? Ну, или группа? Нет, я бы так не сказал о том, что, ну, скажем так, большая часть в этой ситуации. Но специфическим никуда не денешь тот же самый Вахитовский район, правильно? Бывший председатель Станис Ахудинович Мусин его басманным судом называл. Но вы знаете, басманный суд, вот это понятие так называемое. С чем это связано? Это связано с тем, что на территории этого суда находится основная масса государственных органов. Здесь, естественно, все эти жалобы, все через Вахитовский суд. В основном это. С этим связано. Потому что через этот суд разрешаются те или иные жалобы и споры, связанные с теми структурами, которые находятся на территории. А сколько структур находятся на территории? Это и Кремль, и это прокуратура, и следственный комитет. Все здесь находится. Понятное дело, что у них и нагрузка самая большая. Либо Советский районный суд тоже очень большую нагрузку несет. А в два раза больше, чем среднереспубликанская. Вот я вам цифру говорил, 65, да? А Советский районный суд, у них нагрузка 140. Вы представляете, с такой нагрузкой работают? Помощники как выдерживают? Хорошо, помощники есть еще что-то. А судьи, если вы зайдете на сайт любого суда, а мы еще об информационных технологиях немножко переговорим, я думаю, что вы заходили на сайты судов, вы можете зайти на сайт того же самого Советского или Вахитовского суда и посмотреть, сколько дел на сегодня там назначено. В какой очередности там все расписание сегодняшнего дня, начиная с 9 часов, начинается и кончается там. В 5-6 часов вечера, полчаса, час, полчаса, час, гражданские особенно в отношении. Та нагрузка, с которой вот работают. Я говорю о том, что вот практически наше здание Верховного суда, это как какое-то производство, как промышленное производство, это как завод. Только за один апелляционный день через здание Верховного суда проходит 700-800 человек. 700-800 человек, которых надо встретить, проверить на входе, отметить регистрацию, эту информацию доставить в залы судебных заседаний, людей направить туда, они должны пройти через эту процедуру, их должны выслушать, принять решение. У нас начинают процессы в 8 утра и в 5-6 вечера заканчивают. Вот это то, как функционирует, я имею в виду, сама судебная система. Поэтому, конечно, говорить о том, что есть какие-то специальные сутяшные, я не буду раскрывать эту тайну, но мы знаем о том, что вот в таком-то районе, допустим, люди вот такие, я вам говорил уже, например, Нижнекамска, Челнов, пригородные, естественно, пригородные наши районы, Верхний Услон, Пестрицы, Лаишево, Высокая гора, куча земельных споров. С чем связано? Ну, с тем, что там как раз эти все дачи и земли все эти находятся. Как это говорили, из-за межи убивали раньше, а сейчас это тоже самое продолжается. Люди, конфликтность сохраняется, эту конфликтность, естественно, они между собой не могут решить, как у нас говорят в этой ситуации, можно поменять жену, нельзя поменять соседа. Вы понимаете, это учтите на будущее, соседа поменять невозможно. Жену поменять можно? Вот поэтому с соседями нужно жить дружно, и из-за межи или из-за каких-то ерунды с ними не ссориться, потому что вот эти споры, они приводят к тому, что у нас есть чисто уголовные дела, когда один сосед убивает другого из-за того, что забор не так поставил, или они там из-за 10 сантиметров ругаются. Поэтому эта вот фраза, что из-за межи убивали, она не на пустом месте, она и сегодня существует. Поэтому вот эти земельные споры, ясное дело, что это вот дачные участки, частный сектор, вот это с этим связано. Поэтому, пожалуйста. Спасибо. Чтобы девушки не обижались, и мужей тоже можно менять, так на всякий случай. Но старайтесь этого не делать. И еще один тогда блок. Собственно, вы о нем начали. Информационно-цифровое пространство и судебная система. Сегодня все об этом говорят. Как это функционирует и что под этим подразумевается. Хотелось бы услышать, что называется, из первых уст. И тем более еще в контексте тех качеств, на которые вы обращали внимание, чтобы быть хорошим, квалифицированным, высокопрофессиональным судьей. Например, стремление к справедливости. И нейросети, искусственный интеллект. Какая там справедливость, стремление-то. Вот чуть шире и чуть предметнее. Вот такой простор вам для ответа, если можно. А потом готовьтесь, пожалуйста. Так, чтобы немножко нам закрыть кадровую проблему, я бы, наверное, вам плавно перейти с этой кадровой проблемы к проблемам, связанным с искусственным интеллектом, с информационными технологиями. Ну, вы, наверное, тоже уже встретили, ряд статей начало появляться об искусственном интеллекте, судопроизводстве. Его еще пытаются называть судья-робот. Вот, и такая формулировка есть. Были недавно конференции в Казахстане, которые примерно назывались «Электронные весы для определения меры наказания». И такого рода вот сейчас разработки идут. Но я бы вот хотел бы приступить к этому вопросу. Скажем так, с того, какими чертами должен обладать тот или иной претендент судей или быть. Вот одним из наиболее, я считаю, ориентирующих и разработавших эту тематику, связанную с механизмом этической ответственности судей и проблемой формирования судейского корпуса является Михаил Иванович Клеандров. Он судья конституционного суда в отставке, член президиума, я с ним лично знаком. Он пишет на эту тематику, и сама тема, она у него многогранна. Он разные темы поднимает, связанные вот с судейским корпусом, с его качеством. Человек он очень интересный, необычный. И вот у него в этой книге, в статье, я специально взял это вот, я объясню, почему я это взял, потому что эту вещь я зачитываю иногда в некоторых случаях. «В плане определения приоритетных свойств человеческой натуры нужно сказать и о морально-этических критериях, применительных к должности судьи. Наверняка предпочтительным для занятия должностью судьи при прочих равных параметрах должен быть человек со следующим набором, не исчерпывающим, даже не сплошным добродетелей. Личная честность, высокий интеллект и культурный уровень, принципиальность, рациональность, вдумчивость, энергичность, целеустремленность, объективность, вежливость, доброта, беспристрастность, уравновешенность, справедливость, невозмутимость, эмоциональная устойчивость, особенно стрессоустойчивость, такт, добросовестность, упорство, независимость, организованность, неподкупность, гуманизм, старательность, трудолюбие, терпеливость, добродушие, выдержка, коммуникабельность, способность применить судебную власть разумно и тому подобное». И наоборот, такой набор свойств души черт характера, как высокомерие, чванство, злобливость, мнительность, грубость, ценностная ориентация на престижные положения, на различные материальные иные, обусловленные занимаемой должностью выгоды, небрежность, несобранность, импульсивность, некоммуникабельность, чрезмерная застенчивость, низкий уровень интеллекта и культуры, склонность к стереотипному мышлению, органическая неспособность к ясному изложению устной речи и письменных текстов, гипертрофированная уверенность в исключительности своей национальности, хамство, заносчивость, личная конфликтность, лживость, зависть, необязательность, моральная нечистоплотственность и неустойчивость, мстительность, жестокосердечие, мещанское самодовольство, меркантильная расчетливость должны закрыть его обладателю путь в судейский корпус. Но разве они выявляются на многоэтапном продвижении кандидатов в суде, к судебной мантии, ставит он вопрос. Ужас, по-моему, вообще судей невозможно ставить. Особенно первый блок, когда вы перечислили. Вначале ты себя видишь почти судьей, а потом, когда это продолжается, понимаешь, что да, на выход. Я, значит, этот... Фарик Харьковович Мухаммедович, наш председатель Государственного Совета, ввел очень интересную и хорошую традицию. Традицию, связанную с тем, что не обязательно каждый месяц, но после назначения мировых судей, раз в квартал на площадке Государственного Совета нашего, естественно, происходит вручение удостоверения мировым судьям. Вручает он, говорю торжественные слова, и я, министр юстиции выступает. И, готовясь к этим мероприятиям, я не каждый раз это... Вот я как-то один раз в своем выступлении вот это все подчеркнул, прочитал так же, как и вам, он тоже на меня посмотрел, говорит, а такие люди есть? Я говорю, Фарик Харьковович, таких людей нет. Это, наверное, идеал в отношении, но к этому стремиться надо. К этому стремиться надо и учитывать, вы понимаете, вот есть определенные черты, которые должны быть присущи, и к этому нужно стремиться. Вот буквально в апреле месяце к нам, скажем так, приезжали с аппарата президента, с кадровой комиссии. Вот, замначальника Федорова там Устинов был, и вот этот руководитель приехал, и когда разговаривали мы с ним по поводу того, как мы занимаемся кадровой политикой, я ему объяснил. Я говорю, вы знаете, я в свое время 6 лет был председателем экзаменационной комиссии. А сама экзаменационная комиссия претендентов, судей, это совершенно другой экзамен, это даже не выпускной, это не кандидатский минимум. Там 15 человек сидит, это наиболее авторитетные, уважаемые судьи. Вот, люди готовятся по специальной процедуре, процедуре, об этом вы можете посмотреть и узнать. Вот, я ему рассказывал, вы понимаете, я говорю, когда перед нами садится претендент, мы уже на него смотрим, как он выглядит, как он разговаривает, может ли он излагать свои мысли в доступной форме, может ли он дискуссировать на эту тему, как он будет выглядеть как публичный человек, сможет ли он разумно властью пользоваться. Уже с этого момента мы начинаем присматриваться к этим людям, потому что та профессия судьи, она требует, вот я считаю, в какой-то степени, не столько приобретаемых, а сколько врожденных черт характера. Понятие беспристрастности. Что это такое? Вот беспристрастность. Вот я рассматривал уголовные дела, иногда достаточно грязные, особенно это, когда касается изнасилования малолетних и такие преступления, убийства, еще что-то. Но никогда, я для себя всегда взял за правило, никогда я этого человека не осуждал. Есть очень интересный философский вопрос. Не суди, да не судим будешь. Слышали, наверное, об этом, да? Когда я у одного философа спросил, что это такое? Приходил к нам в советские времена, лекции к нам приходили, и философы приходили читать, еще что-то было, общество знания. И вот в рамках этого я рассматривал уголовные дела, и я спросил, как же так, я говорю, в этой ситуации, как относиться? А он мне говорит, это означает, не осуждаясь сердцем, нельзя мне его, как человека, осуждать. Он ведь не просто так этот преступник дошел до того уровня, что он там убил несколько человек. Естественно, это в определенной степени виновата семья, школа, общество, окружение, в котором он оказался, жизненные ситуации, большинство каких-то тяжелых преступлений, убийств происходит. Ситуативно. Они ведь не преднамерены. У нас вообще в уголовном праве нет такого понятия. Преднамеренность, что заранее планируют, это учитывается в дальнейшем при решении вопроса о наказании. Преднамеренность. У нас этого понятия как такового нет. Вот это все ситуативно. Поэтому, вы понимаете, я не оправдываю этого человека, но я его не осуждаю. Я в этой ситуации выступаю по большой степени как функция. Функция, которая мне предоставлена государством для определения меры наказания за то деяние, которое он совершил. Пусть оно и плохое. Вот это беспристрастность. И судьям нашим, то есть нашим помощникам или судьям, которые уходят с судьями, я им тоже всегда говорю, переживать за участников процесса надо, но опускаться до их уровня и влезать в тот конфликт, который между ними, и начинать их учить. Вот это зачем вы сделали, это не дело, это вот неправильно вы сделали. Это не функция суда. Суд этими вещами заниматься, воспитать не должен. Сам процесс это является еще. Я вспоминаю вот на эту тему мы недавно буквально и с уполномоченным по правам человека, и уполномоченным по правам несовершеннолетних, как-то разговор на эту тему зашел, а несовершеннолетие. Вот я говорю, я вспомнил эпизод, когда я был молодым судьей и только начинал работать в Бауманском народном суде, перед судом оказался несовершеннолетний мальчик, 15-16 лет, который совершил кражу. То ли он велосипед украл, то ли еще что-то. Ну а у несовершеннолетних всегда, естественно, кроме обязательного адвоката, еще и законное представительство. Законным представителем пришел его отец. И вот мы его допрашиваем. Я ему говорю, я говорю, вы зачем своему сыну в детстве не объяснили, что чужое брать нельзя? Он так посмотрел на меня и говорит, но я ведь его не учил брать чужое. Я говорю, я ведь вас не обвиняю в том, что вы не учили его совершать воровство, воровать. Вы ему, почему эти вещи не объяснили? Его ответ меня в определенной степени обескуражил, и я понял, что это не свойственно должно быть суду заниматься воспитанием и говорить о том, что вот, почему вы там наследство этому отписали, или еще что-то. Это не функция суда. Суд должен быть беспристрастен и равен ко всем сторонам. В том числе, несмотря на то, что вот тот или иной преступник совершил, может быть, очень грязное какое-то преступление. И такие ведь есть. Но что делать? Судить приходится. Ну что? Спасибо. Ну и про цифровое, информационное пространство. Как цифра входит в жизнь правосудия, повседневную жизнь? И какие прогнозы? Насколько она поглотит вот эту этическую, личностную составляющую? Да. Прогнозы очень интересны, товарищи. Что бы я вам хотел сказать? Я много говорить... Ой, есть сказать... Много что. Еще в 2006 году начала функционировать государственная автоматизированная система газправосудия, она называется. Газправосудие. В рамках этого газправосудия, естественно, у всех судов, включая и мировых судей, и районных, и областных, появились свои сайты. На этих сайтах есть вся информация о судах, о истории суда, о действующих судьях, информация, касающаяся новостей, происходящих в суде, и в том числе основное, это, конечно, рассмотрение тех или иных дел, расписание. Я надеюсь, что вы все-таки смотрели эти все вещи и видели, да, как там, на какую... Когда поступило, зайдя на карточку этого дела, можно все увидеть. Когда поступило, когда назначено, когда рассмотрено, если оно рассмотрено там месяц назад, какое... если рассмотрено уже, какое решение принято, если рассмотрено месяц назад, в течение месяца и судебное решение вывешивается, можно и решение посмотреть, и дальнейшую судьбу, обжаловалось оно, не обжаловалось. Вот это вот газ правосудия. Оно очень многогранное, это газ правосудия, то оно включает много разных подсистем, это вопросы кадровые, судебные, делопроизводство и статистика, модули там, аналитических запросов, расчеты статистики, банк судебных решений есть, все это вот там существует, в этом газ правосудия. Но оно развивается, это вот развитие, оно, естественно, очень так интересное, в том плане, что вот буквально с 1 сентября текущего года заработало еще два интересных этих модуля, это модуль электронного распределения дел, вот слышали, наверное, тоже уже об этом, о том, что сейчас компьютер, там есть специальная программа, там забиты фамилии судей, поступившие дела, заводятся карточки, и этот модуль электронный, электронным способом, у каждого дела есть свой вес, я так в кавычках говорю, вес, тяжесть, в зависимости от того, что это многоэпизодное, много томное, много фигурантов, у него один вес, естественно, вот это все программа учитывает, учитывает эту нагрузку, и автоматически все это распределяет разным этим всем судим, потому что раньше нас чем, скажем так, попрекали, попрекали тем, что вот председатель суда, да, вручную все это приходилось, раньше это все вручную, дела приходят, председатель районного суда, приносит ему стопку, он смотрит это дело, говорит, да, вот этот судья это дело сможет рассмотреть, у этого нагрузки нет, это послезавтра в отпуск уходит, ему давать нельзя, и он распределял это все, и говорили, вот председатель, как администратор, зарубляет, кому какое дело хочет, раздает, естественно, вот вроде бы объективности нет, сейчас вот этот модуль заработал, естественно, это все автоматически распределяется, и выравнивается, тем самым и нагрузка, вот эта вещь, дальше, естественно, кроме этого, кроме электронного этого распределения, распределения дел, с первого же сентября, автоматическое аудиопротоколирование, во всех залах судебного заседания, и у мировых судей, стоит модуль Фемида, который автоматически все это записывает, на диск, приходи, переписывай, можешь с наушников сесть послушать, никаких замечаний на протокол судебного заседания, в этой ситуации, подать практически невозможно, все что есть, то и записано, вот это вот тоже проблема, вот это и последнее, а так, по большому счету, вот вы, наверное, обратили внимание о том, что с 1 января, с 1 января 17 года еще, был запущен модуль электронное правосудие, для подачи в суды общей юрисдикции документов в электронном виде, то есть, человеку не обязательно идти в суд, если он немножко продвинутый в части информационных этих вещей, он знает, что такое электронная цифровая подпись, правильно, он знает, как завести личный кабинет, зайдя на тот же самый сайт, от Верховного суда нашего, запускается, заходит, то есть, формирует свой личный кабинет, имея электронную цифровую подпись, он в электронном виде, исковое заявление, присылает к нам, квитанция об уплате госпошлины, в электронном виде, цифровую подписью подписывает, и все, и не обязательно приходить в суд, для того, чтобы все это сдать. Это функционирует, оно вот тяжело внедряется, но за первый год у нас где-то было около 700 таких, Верховного суда обращений, за второй год за тысячу, а в этом году, еще год не закончился, уже за две тысячи, то есть, молодежь, продвинутая, которая знает, что это такое, этим ресурсом пользуется, и за этим ресурсом, я считаю, очень большое будущее, потому что в перспективе даже и ходить в суд не нужно будет, будут выделены специальные каналы, из своего гаджета, прошу прощения, так же, как со своей подругой, вы можете участвовать в судебном процессе, и давать какие-то показания, и прочее, это не очень далекое будущее, это в ближайшее время, и этот ресурс будет использован, электронная форма в отношении этого всего, вот, естественно, это и межведомственная система, электронного документа оборота, это наш электронный Татарстан, вы, наверное, знаете, что это такое, видели, не видели, видели, кто работает, наверное, может быть, видел, вы знаете, вот этого электронного Татарстана, ни в одном субъекте нет, его называют электронный Татарстан, а это электронная программа, которая фактически вывела из нашего, в нашей республике, из внутреннего оборота, бумажные носители, бумажные носители, Ни аппарат президента, ни кабинет министров на бумажных носителей на сегодняшний день ничего не принимает. Мы, несмотря на то, что мы структура федеральная, мы тоже согласились и уговорили Москву, чтобы нам дали такую возможность пользоваться этим ресурсом. Это что-то невообразимое в том плане, что настолько удобно, не нужно никаких бумаг, у нас все районные суды, все мировые судьи в этой программе находятся. Приходит запрос в Москву, срочно представьте обобщение на тему такую-то. Если начинать эту работу так, как это в других субъектах, что делается? Пишется письмо, заклеивается в конверт, через почту отправляется, приходит какой-нибудь огрызкий районный суд через две недели, они его вскрывают, они его регистрируют, они, председатель накладывает резолюцию, кто-то этим занимается, обобщение делает, после этого обратно то же самое. Не только временное, но и финансовое отношение, почтовый расход, остальное все это. Сейчас что? В электронном виде пришло это у нас? Я утром открываю эту почту, смотрю, пишу Беляеву для исполнения Максима Владимировича, заместителю по уголовным делам. Он срочно по всем судам, к завтрашнему дню представьте информацию. Это в электронном виде уходит, в районных судах председатель открывает, дает тут же задание в отношении этого, после завтра назад все это вернулось. И время, удобство, контроль, еще самое главное, контроль за исполнением этого всего. И естественно экономия денежных ресурсов. Это очень уникальная вещь, разработанная именно нашей республикой, и этой программой очень сильно интересуется. Вы знаете о том, что вот с 1 октября текущего года начали функционировать у нас апелляционные и кассонные суды. Наш апелляционный суд находится в Нижнем Новгороде, а наш кассонный суд, я так говорю, в юрисдикцию которого мы входим, находится в Самаре. И председатель, естественно, Самарского кассонного суда, Ефанов, узнав об этом, заинтересовался, и мы на совещании этот вопрос подняли, он заинтересовался, они приехали, и они хотят сейчас по всему привозному округу, в тех судах, которые входят в их юрисдикцию, внедрить вот этот вот продукт программный. Вы понимаете, нигде в других субъектах нет. Соседи были удивлены тому, что у нас, я им рассказал, они говорят, ну как это так, они даже об этом и не слышали, а у нас это функционирует. И сейчас они по обмену опытом к нам приезжают, мы им все это показываем, рассказываем, люди просто шокированы. Вот какой мы с вами республики живем, вы понимаете, да, вот по сравнению с другими субъектами. Попытки создания таких вещей, я знаю, в Подмосковской области есть, вот и частично в Москве, а в других субъектах этих вещей, конечно, еще и нет. Ну и, естественно, вот последний, наверное, наш продукт, это, да, наш продукт в нашей судебной системе, это IP-телефония. Да. Не выключается? Ну, очень жалостливо, потому что там появился. Ребята, давайте выключим. Это IP-телефония. Вот, мы смогли добиться в судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации получения соответствующего финансирования, и в республике у себя вот IP-телефонию. Во всех районных и мировых судах установили эту штуку. Четырехзначная цифра, никаких восьмерок, кодов и прочее, все. В том числе это и судебным департаментом в Москве, и все это в цифровом виде прекрасно слышим. Вот, я не хвастаюсь, но это вот наши в определенной степени достижения. Ну, будущее немножко за электронным архивом, с этим дело сложнее, конечно, потому что текущее, скажем, создание банка судебных решений, это вот банк судебных решений, все это в цифровом виде, оно существует, оно накапливается, но то, что находится в архивах, оцифровать его достаточно сложно. Сложно, потому что, ну, скажем так, хорошие аппараты очень дорого стоят, да, финансирование не очень на эту тему, и выделения штатов нет. Это же надо специальные штаты, чтобы кто-то сидел, оцифровывал, а у нас архивы достаточно большие. Ну, и из необычного, скажем так, это программный комплекс НЕСТР, так называемый, вот, очень интересный программный продукт разработали в нашей системе тоже. Пока оно только в пилотном виде в Ленинградской и Белгородской области. Особенность этого комплекса заключается в том, что он способен распознавать человеческую речь и переводить ее в текст. Вот судебное заседание идет, протокол судебного заседания сейчас понятно, аудиопротоколирование идет, но требования о создании протокола на бумажном виде никто не отменил. Двойная работа, конечно, я думаю, со временем это исчезнет, но протоколирование идет. А есть вот такой продукт создали, который на основании речи истца, который выступает автоматически все это в текстовку один к одному. И такой продукт как таковой есть. Ну и про искусственный интеллект. Вообще тема, кстати, интересная. Можешь немножко, да? Да, конечно. Искусственный интеллект вообще вещь достаточно такая специфическая, дискуссионная. Вы, наверное, тоже уже читали, и ученые начинают на эту тему высказываться. Ну, я могу сказать, что в качестве пилотных регионов в этом направлении были определены Московскую область и Республика Татарстан. И знаете, с этим предложением выступил Сбербанк, Греф, они очень сильно занимаются этими вещами. Это предполагалось о том, что у них уже специальная программа есть. Вот я уже говорил, мировые судьи рассматривают упрощенные дела, особенно приказы, которые не требуют большого ума. Приказ же выносится когда? Когда он очевиден, он когда не оспаривается. Если там спор начинается, страна говорит, нет, я с этим не согласен, давайте в обычном порядке. Если спора нет, приказ автоматически выносится, естественно, но он же должен содержать определенные реквизиты. Фамилия, имя, отчество, ИСА, ИНН, сумма иска, номер договора, от какого числа, еще что-то. Вот у них в этой программе для судебных приказов, разработанных, есть специальный, ну, скажем так, шаблон. Шаблон, запускаешь в компьютер исковое заявление, этот искусственный интеллект выборку из этого искового заявления или заявления о выдаче судебного приказа, выборку делает вот тех значимых вещей, которые касаются адреса, сроков, определения там процентной ставки, еще что-то, достаточно много разных позиций. Он эту выборку делает, естественно, вкладывает его в этот шаблон и выдает проект судебного приказа. То есть, судье или его помощнику не нужно сидеть и вот, скажем так, из заявления о выдаче судебного приказа, там, при изготовлении самого судебного приказа, переписывать там 346 тысяч, там, 257 рублей, 37 копеек, эти вещи. Адрес, ИНН, цифры и прочее, все. То есть, вот, это элементарно, вот, с элементарно, с чего, скажем, они предлагают начать. И у нас эти вещи вот начинают потихоньку внедряться. Пока в опытном, пилотном порядке, вот я еще раз говорю, это Московская область и наша республика на нескольких участках, мы пока пытаемся это сделать. Но искусственный интеллект, вещь, она специфическая. Специфическая, и я вам скажу почему. У нас время позволяет? Ну, вопросы, наверное, уже там прямо вот. Да? Да, вот уже готовы, поэтому... Я тогда только тезисно. Ответы, я думаю, вы еще готовы. Все, а потом вопросы. Я только тезисно на искусственном интеллекте остановлюсь. Вы понимаете, проблема в том, что у искусственного интеллекта не будет каких-то человеческих качеств, которые именно только человеку. Понятие справедливости, понятие разумности, добросовестности, здравого смысла, злоупотребления правом. Будут ли они присущи искусственному интеллекту при разрешении спорных правоотношений? Он ведь будет брать только формальную сторону. Да, факт имел место быть. Деньги передали, расписка есть, еще что-то в этой ситуации. Либо совершено убийство, доказательства достаточно и так далее. А как учесть иные вещи в отношении, которые свойственны человеку? Вместе с тем встает еще второй вопрос. Он больше философского или этического характера. Согласятся ли два человека, чтобы их спор разрешала какая-то виртуальная сущность? Не человек, а виртуальная сущность. Согласны, чтобы ваш спор разрешал кто-то вот такой, даже не человек? Это будет справедливо или нет? Но вместе с тем, я вот уж пользуюсь случаем, хочу сказать, что с этими виртуальными вещами, вот я буквально недавно услышал, уже есть специфические уголовные и гражданские дела. В частности, в одной из стран, боюсь, скажем, неправильно сказать, то ли Нидерланды, то ли в Дании это было, осудили за разбой, вы знаете за что? За разбой, который был совершен в отношении геймера, у которого отобрали волшебную палочку. Кто играет в игры, наверное, знает, что такое волшебная палочка, да? Я так условно волшебная палочка говорю, есть там такие волшебные палочки. Вот у него отобрали волшебную палочку. В игре у него что-то отобрали? Ну, не в игре пришли, она, видимо, персональная, там он в игре достигает каких-то уровней, получает бонус, ему дали волшебную палочку, которую он может. Вот у него пришли и разбойным путем отобрали волшебную палочку. Осудили за разбой. Либо в Кремниевой долине, в Калифорнии, тоже был случай, уже прецеденты есть. Шел робот на работу. Для них это ничего особенного нету. Этого робота сбила автомашина Тесла без водителя. ДТП. Уголовное дело. Вот они, кажется. Я слышал тоже про такой эксперимент, когда там какое-то дело по краже в Штатах попытались отдать искусственному интеллекту, и он заподозрил всех чернокожих сразу автоматом. По бигдете просто пробил, это они. Все параметры подходят. Есть это. Пожалуйста. Давайте вопросы. Через это, я думаю, мы еще многие вещи уточним. Пожалуйста, представляйтесь только. Я желаю. Я встречу эту пункту. Какой-то такой вопрос. В современном обществе, вот именно после некоторых событий, сейчас очень сильно возник вопрос о возвращении смертной казни. То есть о снятии моратория и возвращении данного вида наказания. Как относитесь к нему вы, с учетом того, что вы нам рассказывали о том, что вы такое решение уже выносили, и что оно действительно снижает градус напряженности. Не считаете ли вы, что более рационально и гуманно не содержать человека всю жизнь в тюрьме, оплачивая при этом из денег благоплательщиков и его условия жизни, и сотрудников, которые его охраняют, а просто снять мораторий на смертную казнь и все решить более быстро, скажем так. Я не скажу, что смертная казнь снимает напряжение. Я о том, скажем там, процессе, который я на стадионе, я в принципе говорил о том, что приняв решение провести процесс открытым, вот оно сняло напряжение. Само это вот проведение этого процесса в открытом. Хотя там был очень интересный казусный случай, вот, потому что все правоохранительные структуры боялись, что произойдет самосуд, толпа ринется, значит, раздерут его. Около меня сзади две пожарные машины поставили, чтобы ничего этого не произошло. Стояли на готове машины, чтобы этого фигуранта увезти, если какие-то беспорядки начнутся. Я перед процессом сказал, я говорю, здесь вам не цирк, если вы будете хлопать, свистеть, вести себя неподобающим образом, я встану и уеду в Казань, не буду рассматривать дело. Четыре дня была тишина. Когда провозгласили меру наказания, приговор, а мы ушли в совещательную комнату, значит, пазик небольшой был в центре футбольного поля, мы с народным заседателем пошли, там два часа посидели, посоветовались, приняли решение, вышли, провозгласили, все вздохнули, ох, начали расходиться. Старушка подходит ко мне и говорит, сынок, стрелять-то его будут здесь или потом. Я говорю, не спеши, бабуся. Поэтому смертная казнь, конечно, вещь, она очень специфическая. Когда я начинал работать в Верховном суде, один старый мудрый судья мне сказал интересную фразу такую. Если можешь не стрелять, не стреляй. Под этим он предполагал, если ты можешь все-таки вынести не высшую меру наказания, не бери на себя это. Смертную казнь, вот мне приходилось четыре раза выносить решение о высшей мере наказания, это в тех случаях, когда уже другого невозможно. Вы понимаете, у меня отношение к смертной казни, я уже высказывал, один раз у меня в свое время брали интервью, где-то в начале нулевых на эту тему, я сторонник смертной казни. И объясню, почему. Вот. Есть преступления, которые могут быть пограничные, там, ситуативные, случайные. А как относиться к таким преступлениям, которые совершал Чикатило? По 50, по 60 трупов, когда детей убивают, когда издеваются. Разве это соразмерно пожизненное лишение свободы? Разве это соразмерно? Я не говорю, как в законнике Хамураппе, око за око, зуб за зуб, но есть преступления такие, очень страшные, да, за которые, прошу прощения, только высшая мера наказания. Там говорить об исправлении невозможно в этой ситуации, но должно же быть определенное возмездие в этой ситуации. Потому что мера наказания, она несет много функций. Это не только исправление, но и в том числе и наказание соразмерно содеянному. Вы понимаете? Я поэтому остаюсь сторонником, несмотря на то, что европейская хартия, и мы вступили, мы не отказались, мы ее не отменили, мы ее приостановили всего лишь. Вот, кстати. И то, что общество вот так вот относится, наверное, в этом определенной доле, скажем так, оправданности есть. Ведь очень большая часть населения, вы если владеете информацией, цифры ведь достаточно большие, чуть ли там не 50-60 процентов народа говорят, надо вернуть. Поэтому он дискуссионный, по-разному можно относиться, но я говорю свое личное мнение, мнение судей, которым приходилось рассматривать разные дела. Пожалуйста, еще вопросы. Спасибо. Я думаю, можно поаплодировать за откровенный ответ. Спасибо за откровенность. Да, пожалуйста. Здравствуйте, Ильгиз Адрисович, Лили Талгатна, спасибо вам большое за данную встречу, потому что я считаю это чрезвычайно важным встречаться со студентами, чтобы мы имели представление о том, что вообще происходит, и имели возможность задать интересующие нас вопросы. Вы говорили о том, что у вас есть диплом переводчика, с 81 по 82 год вы работали переводчиком в Ираке, и хотелось бы спросить, на данном посту, посту председателя Верховного суда Республики Татарстан. Вам пригодилось ли свободное владение английским языком? Есть ли какое-то взаимодействие судебной системы с иностранными коллегами? Если да, то каким образом это происходит? Спасибо большое. Говорят ли ваши клиенты на английском? Я с последнего пригодилась, не пригодилась. Пригодилась я у вас в прошлом году диктант по-английски читал, если кто помнит. Не знаю, как вам английский показался со стороны, но он имел место быть. Почти как уноситель. Ну, я не совсем так. Проблема-то в чем? Язык ведь он спит. Он спит, если ты им постоянно не пользуешься. А когда оказываешься в среде, он просыпается. Вы знаете, вот я несколько раз с этим столкнулся. Я сразу сейчас многогранно отвечу на эти вещи. Обмен у нас есть. Мне неоднократно приходилось по обмену опытом в Америке бывать. В рамках программы «Открытый мир» я был. Я был у них в рамках международного восстановления. И приедешь, через день-два в удовольствие начинаешь, там думать начинаешь уже по-английски. Это удовольствие большое. Особенно, когда вы понимаете на профессиональные темы. Переводчик, он все равно, даже синхронист, он все равно вот эти нюансы, которые связаны с нашей работой, он их недопонимает. А когда ты напрямую разговариваешь с судьями о тех проблемах, которые у нас и у них, они одинаковы везде. Это основная проблема. Умение взять на себя ответственность за принимаемые решения. У них то же самое есть. И волокиты есть, и другие проблемы судейские, и взяточничество есть, и коррупция. Все. Общество такое же. Не нужно считать о том, что наше правосудие хуже всех. Оно, кстати, советское даже было значительно лучше. Проще, быстрое, и более справедливое с народными заседателями эти все вещи были. Не везде это все есть. Поэтому и в Америке, вот общаясь с судейскими, и в других странах мне приходилось, и в Испании я общался, и в Страсбурге приходилось бывать мне на заседаниях этих. Поэтому язык это большое дело. И правильно наш первый президент Митимир Шарипов Шаймиев выдвинул новый свой проект в части полилингвистических этих школ, что как минимум русский, татарский, английский это обязательно, а там уж дальше китайский, испанский это вы сами смотрите. Правильно он говорит. Потому что будущее за теми людьми, которые будут многогранны, в том числе и знания этих языков. И оно просыпается, я говорю. Вот я вам мельком сказал о том, что у меня с этим арабским я приехал, два слова только, я приехал, пошел на кафедру арабского языка, мне говорят, я там год был, научился по-арабски разговаривать, они говорят, ну давайте поговорим, поговорили. У вас, говорят, такой страшный багдадский акцент, вы никогда на чистом арабском разговаривать не будете. Прошло 20 с лишним лет, в начале 2000-х годов, когда мы немножко ездить начали, поехал я в Египет, вот, и там он у меня этот арабский проснулся, я с ними заговорил, они мне говорят, у вас багдадский акцент, я говорю, я долго там жил, вот, и вечером барные стойки подходим, один другому говорит, который за барной стойкой стоит, это, говорит, тот русский, который по-арабски разговаривает, а он говорит, ты что, он же нас понимает, как ты, о нем ответил. Так что, вы знаете, язык, он не лишний, это надо, если есть возможность, изучайте, это пригодится в жизни, во многих смыслах. Тем более, в Казанском университете есть все возможности для того, чтобы этим заниматься. Спасибо. Пожалуйста. Добрый день. Мне хотелось бы спросить у вас, как у судьи, которые имеют большой опыт достаточно, в том числе и по уголовным делам. Вот у нас в стране очень маленький вообще процент оправдательных приговоров. И вообще, в общем-то, многие люди говорят о том, что у суда некий обвинительный уклон изначально есть. Вот хотелось бы услышать ваше мнение на этот счет. А вы знаете, это очень просто. Я знал, что этот вопрос будет. Знал. И специально к нему подготовился. Сейчас я вам скажу. В цифрах вам. А, нет, он не в цифрах. Тут немножко проблема другого порядка. Я объясню, какого она порядка. Объясню. Она не связана с этим. Сейчас, сейчас, сейчас. А, вот, да. Вот. Вот председатель Верховного суда Российской Федерации Вячеслав Михайлович Лебедев, он как-то сказал своим выступлением. В некоторых странах оправдательными приговорами считаются не только те, кого оправдали, но и те, в отношении которых дела прекращены. И те, по которым лица признаны виновными, но освобождены от наказания. Проблема в том, что наша судебная система или правоохранительная система, она построена совершенно по-другому. Если в Америке уголовное дело возбудили, идут с этим возбужденным уголовным делом в суд, и там пытаются что-то делать. У нас же предварительное следствие, вот, которое идет, они сами после возбуждения уголовных этих дел, большую часть этих дел прекращают, прекращают, не доводя до суда. Потом фильтр прокурора, прокурор, он еще утвердит обвинение на заключение или нет. Если под сомнением, он его еще и утвердать не будет. У них своя система палочная за оправдательный приговор, он, соответственно, свое получит. Вот я вам просто цифры говорю, от которых никуда не деться. Если в 2018 году в Российской Федерации было рассмотрено уголовное дело в отношении 890 тысяч человек, ну, 900, обвинительные приговоры постановлены в отношении 685 тысяч, это 77 процентов. Оправданно всего 2 тысячи лиц это 0,1 процента. А в отношении 193 тысяч лиц 22 процента дела судом прекращены. Это одно. Другое дело, вы знаете, вот законодатель принял так называемый особый порядок, да, особый порядок, который рассматривается, если подсудимый с обвинением согласен, он говорит, я в особом порядке, ему за это дают минимальное, что возможно, он этим пользуется в отношении этого всего. В рамках особого порядка суд вообще не исследует никакие доказательства. Он только смотрит, они достаточно, недостаточно, они достаточны, он еще и признает это все и говорит, в особом порядке, я согласен, приметил, там вообще оправдательный приговор невозможен. Откуда им взяться? Поэтому люди, которые, я считаю, прошу прощения, спекулируют вот на том, что у нас оправдательных приговоров мало, они не допонимают вот реальности вот этих цифр, и ситуаций. 22% прекращено, это же то же самое, что и оправданно. Эти же цифры у нас в республике. Поэтому говорить о том, что суд несет обвинительный уклон в этой ситуации, я бы не сказал. Мы, конечно, с пониманием относимся к проблемам наших этих смежников, я их называю, которые нам поставляют эту всю работу, в том плане, что если дело сомнительное, прокурор подходит, чувствует, что может быть оправдательный приговор, он говорит, уж пожалуйста, верните дело на дополнительное расследование, мы сами его там прекратим, чем вы тут оправдательный будете выносить. Если оправдательный вынесут, им уже премии лишат, там выговоры и прочие все эти вещи. Ну, бывает такое, что лучше вернуть прокурору, если перспективы у этого дела нет. Зачем? Говорить об оправдательном приговоре, о том, что натягивают и осуждают при отсутствии этих доказательств, это не совсем корректно. И потом, я же вам уже указал, показал эти цифры, да, вот утверждаемость приговоров, которые вынесли районными судами. 80 процентов. Что такое 80 процентов? Из тех дел, которые оказываются в ревизии или проверке Верховного суда, значит, каждое пятое дело отменяется, изменяется или еще каким-то образом. Только 80 процентов. Мы никоим образом не шампуем те решения, которые вынесли районные суды. Поэтому у нас тоже есть своя система статистики, да, и судьи очень переживают за эти отмены. Поэтому они стараются, естественно, не выносить тех решений или не допускать те ошибки, которые, естественно, за которые их в дальнейшем будут ругать. Или на совещание, или еще что-то. Оно влияет на разные вещи, в том числе и на повышение эквалиционного класса, на вопросы, связанные с карьерой и так далее. Каждый за свое место держится и старается качественно работать. Пожалуйста, еще вопросы. Спасибо. Да, пожалуйста. Добрый день. Меня зовут Тиразиев Ирик. У меня такой вопрос, опять-таки, про смертную казнь. Вы говорили, что у вас таких дел было 4, насколько я помню. Можно, пожалуйста, вот про первое дело, которое все-таки было, если оно вам как-то запомнилось. И это, так скажем, не совсем профессиональный вопрос, но каковы были ваши ощущения, когда вы первый раз вынесли наказание, смертную казнь? Ну, первое вот это, вот я вам и сказал, это и было первое дело, по которому я высшее меру наказания дал. Вот. Ощущений приятного мало в этой ситуации. Я сошлюсь на моего учителя, даже скажу, вот Рейф Камилович Шерифуллина, о котором я говорил, он говорил, после вынесения приговора стакан водки надо выпить. Потому что, я еще раз вот и эту фразу повторю, если можешь не стрелять, не стреляй, это в тех случаях, когда уже невозможно, да, но взять на себя такую ответственность, это не только большой груз ответственности, но он еще и, видите, выносит такие приговора, когда это железобетонно доказано, если есть какие-то сомнения, никогда судья не вынесет такое решение. Он лучше даст 15 лет решения свободы, как тогда было, это максимальная мера наказания, чем, скажем, этот, чем вынесет смертную казнь. Поэтому это очень непростой вопрос. Вот, поэтому я не хотел бы детализировать. Вопрос, он, кстати, вообще и философский в отношении этого. Может ли равного-равного жизнь отобрать, это вот к искусственному интеллекту, это одно. Вот, и потом, ну, скажем так, пусть приговор это в какой-то степени отпускание грехов, да, а куда грех уходит сам? Много тут разных вопросов, поэтому дискуссию, наверное, не будем ходить. Пожалуйста, еще вопросы. вот такой подвопрос и в связи, и не в связи с этим. Очевидно, что судья стоит на конечной точке охраны закона, да, того, чтобы правосудие состоялось. А встречали ли вы свою жизнь, не знаю, в своей практике, может быть, в жизни коллег много было, да, есть. Судья ведь вынужден все равно опираться на действующее законодательство. Да. и ни на что больше. А законодательство иногда так меняется, и такие там появляются вещи, которые вызывают либо в обществе неприятие, и судья вот чувствует ли это, а может быть, даже и сам не очень согласен внутренне с тем, что приходится по этому закону то или иное дело судить. Вот такие внутренние противоречия посещают судей? Они есть, я даже чуть шире на эту тему выйду. Проблема заключается в чем? Проблема заключается в том, что судья это слуга закона, он правоприменитель. Мы его не сочиняем, этот закон, его сочиняют и принимают законодатели. Мы его всего лишь применяем, мы его должны, мы должны ему подчиняться. Эта вещь есть. У нас в связи с этим я могу сказать и ряд людей, которые приходили в нашу судебную систему, особенно на рассмотрение уголовных дел, со временем, через 2-3 года понимали, что это не их, что они не могут вот себя что-то переселить, считают, что это избыточно, скажем, может быть жестоко или неправильный закон, с которым он не может согласиться и наступив, скажем, себе на горло, вынужден был работать. Из-за этого тоже часть людей уходит. Их немного, но они тоже есть. Это, я считаю, порядочные люди, которые понимают, что это не их в этой ситуации. Но я хочу сказать о другом. Вот теории государства и права, которые вы изучали, есть такие два интересных суждения. Они связаны с тем, что вот не задумывались ли вы о том, что справедливость и законность не всегда совпадают. Они пересекаются в какой-то части, но они иногда вообще диаметрально противоположны. Вы понимаете? Человек в суд зачем приходит? Он приходит в суд за справедливостью. А получает он там что? Он получает там законность. Так вот я перед судьями своими выступаю и в какой-то степени воспитательной работой с ними занимаюсь в этой отношении. Я им говорю, высший пилотаж это умение совместить законность и справедливость. Для того, чтобы те люди, которые пришли к тебе за разрешением их спорных правоотношений, ушли удовлетворенно и поняв о том, что да, в этой ситуации судья правильно принял решение. Оно не только законно, оно еще и справедливо. В этом, я считаю, умение разрешить тот или иной спорт так, чтобы все-таки люди были удовлетворены. Они еще раз приходят за справедливостью, нужно естественно вот это чувство справедливости, которое внутри находится, уметь его совместить с законом и принять такое решение. Пожалуйста, еще вопрос. Спасибо. Пожалуйста. Хотел задать немного личный вопрос. Как известно, на Нюрнольском процессе многие нацисты оправдали свои действия фразами «мы просто выполняли приказ». И потом это и у нас в стране было во время наедения конституционного порядка Чеченской республики, что действительно люди оправдали свои действия тем, что они просто выполняли приказ. А приказ, как известно, сначала выполняется, а потом обсуждается. И как вот суду трактовать эти оправдания, что у них не было выбора, просто они делали то, что им поручено. Как суд расценивает данные ситуации? У человека всегда есть выбор. Правильно? У него есть выбор. Он может так поступить, может не так. Я же вот перед этим вам сказал в отношении того, что у нас были прецеденты такие, они нечастые, но они случаются. О том, что люди понимают, что не могут они применить этот закон. А куда деваться в этой ситуации? Не нравится? Тогда уходи. Не работай на этой должности. Поэтому и Нюрнольский процесс, он действительно там все не так просто. И общество, наверное, в какой-то степени может и право было, что после войны они пытались оправдывать свое молчание незнанием, то, что мы не знали, что все это происходило и так далее. Эти вещи ведь, они непростые очень. Поэтому немецкому народу непросто пришлось, и я считаю, они достойно, скажем так, вот вышли из той трагической ситуации, с того поражения, которое, тем более, вот если в Берлине были, там памятник этому Холокосту, да, это что-то грандиозное. Они же до сих пор еще и деньги выплачивают жертвам Холокосту и так далее. Поэтому вопрос философский. Пожалуйста, еще вопросы. Здравствуйте, меня зовут Мухаммадеева Алина, я студентка четвертого курса Казанского федерального университета. У меня вопрос, есть ли будущее за юриспруденция, именно за профессию юриста, потому что мы сейчас говорим, что в 21 веке процесс всемирной глобализации и цифровизации. И, как вы уже указывали, что Герман Греев, в частности, он указывал о том, что зачастую бывает очень эффективно использовать за место юристов роботов, и он уже, в частности, внедряет роботов в свою систему, в Сбербанках они имеют место. И если сравнивать качества, которые обладают роботы, они во многом преобладают и лучше, чем у человека-юриста. Например, любой, какой бы он ни был специалист, в любом случае, он не знает все законы, тем более, не знает всю судебную практику, все позиции высших судов и по закону, акты, а робот в этом случае, ну, явно имеет преимущество над человеком. И сейчас уже показывают, может быть, сейчас, в 2019 году, конечно, роботы отстают от человека, но уже имеются такие, в интернете показывают соревнования, когда есть робот и есть настоящий юрист, и они пытаются разрешить дела, хотя робот пока еще не получается, но если перспектива такая, что часть юристов будет заменяться роботами и насколько будет актуальна профессия юриста, не сколько суди, суди еще рано, конечно, Перспектива такая есть, Греф уже вообще радикально достаточно высказывается на эту тему, говорит о том, что это вымирающая профессия, о том, что роботы-юристы будут и исковые заявления, прочее. В этом есть определенный резон, вот, вместе с тем, вот, возвращаясь к этому искусственному интеллекту, я считаю, что все-таки люди в любом случае останутся, останутся юриспруденция в той или иной сфере, вот, все автоматизировать невозможно, во многих вещах нужны человеческие черты характера. Я бы вам, вот, вы люди молодые, читаете, наверное, обратили ли вы внимание о том, что в последние несколько лет появился очень интересный ученый, израильтянин Юваль Ной Харари. Да, вот, я не беру его первую книгу «История прошлого», я хотел бы о второй книге «История будущего», где он достаточно интересно описывает и говорит о недалеком будущем, вполне возможно, что мы его еще и застанем через лет 10-15-20 о возможных развитиях, о путях, там, три сценария он прорабатывает, три сценария, которые возможны. Вот, я бы рекомендовал вам почитать и посмотреть с точки зрения своей и возможной будущей, карьеры, роста и так далее, о том, куда и что может произойти, и эти вещи нужно учитывать. Для меня это достаточно было интересно, такой урок. Ну, и вот, это его последняя книга. «21 урок для 21 века», вот это тоже очень интересно, так он многограммно поднимает эти вопросы, поэтому читать нужно, я бы просто порекомендовал вам. Посмотрите, он пишет достаточно интересные вещи, о которых мы просто не задумываемся. Куда мы движемся, что происходит, что произойдет, а происходит очень быстро, очень все быстро, разве вот мы могли представить там 15-20 лет о том, что у нас эти гаджеты появятся, уже сейчас и не компьютеры не нужны, в телефон зашел, посмотрел, такси вызвал, еще что-то, электронные деньги, волшебные палочки и прочие все эти вещи. Вот, поэтому за этим нужно следить, и он серьезный человек, серьезный автор, который на эти тематики пишет, поэтому, наверное, отвечая на ваш вопрос, я бы вас отослал к нему. Оптимистичный прогноз, я вот все-таки как представитель уже образовательной среды, я надеюсь, что... Оптимистичный прогноз, если исходить, если вы читали, если вы читали эту историю будущего, из этих трех сценариев развития нашего общества я пришел к одному для себя, все в наших руках, все в наших руках, все в ваших руках, все в ваших руках, и ваша карьера, и ваш рост, и ваши возможности, и вы, вероятнее всего, участвовать будете во внедрении информационных этих технологий, цифровизации. Вот даже президент совсем недавно своим указом, этот закон по поводу искусственного интеллекта, его даже заинтересовали. За этим будущее, и он это все прекрасно понимает. Другое дело, вам, как молодому поколению, которое будет внедрять это все, нужно об этих вещах задумываться, и правильно здесь прозвучало, с осторожностью немножко, к этим вещам. Как бы искусственный интеллект там не съел нас, и не вы. Пользуясь случаем, хочу сказать, что вы, как выпускники четвертого курса бакалавриата, имеете возможность поступить на юридический факультет на программу магистратуры, которая называется юрист в сфере цифровой экономики. то есть, у вас есть возможность уже сейчас готовить себя к тому светлому будущему для юридической профессии, для вас самих, реализации именно себя в профессиональном плане, потому что именно эта магистрская программа дает возможность не сделать из вас программистов, но научить вас вот тем легал тех или легал технологиям, которые позволят вам быть конкурентоспособными на этом рынке, и, соответственно, использовать возможности эти технологии искусственный интеллект использовать для того, что умело им пользоваться для того, чтобы профессионально разрешать юридические вопросы. Спасибо. Ну, то есть, читайте не только Грефа, но и других авторов и помните, что алгоритмы для искусственного интеллекта все-таки задает человек. Человек. ТЗ формирует. Давайте будем завершать... Еще есть вопросы, да? Два я вижу. Три. Давайте три завершающих вопроса, тогда начинаем с вас. Иванова Елена, четвертый курс юридического факультета. Вы нам рассказали о том, что вы уже более 30 лет находитесь в системе правосудия, то есть вы более частью судебной системы как СССР, так и Российской Федерации. Как на ваш взгляд, как вы рассматриваете именно эффективность развития судебной системы, все те изменения, которые происходят с нашей судебной системой, положительные или же отрицательные? И какая судебная система все-таки лучше, СССР или Российской Федерации? Да вы знаете, это, ну скажем так, не сравнимые вещи. Это совершенно разные вещи, разные категории. Поэтому говорить, что было лучше там или что было лучше здесь, достаточно сложно. Меня как профессионала беспокоит немножко другое, о том, что в рамках судебной реформы, касаясь вопросов, связанных особенно процедурных, процессуальных, при решении этих вопросов, особенно этого уголовного процесса, наши разработчики процессуальных кодексов избыточно восприняли, скажем, те нормы, которые применяются в странах Европы, Америки и так далее. Они не присущи именно нашему народу. Как бы ни говорили скептически о так называемом суверенном, то есть о суверенитете нашем, о том, что наш специфический этот суверенитет. У каждого народа есть своя специфика. Как я вам говорил, в каждом районе специфика своего населения есть и у народа тоже. Вот, ну не присуща у нас эта ментальность с присяжными, еще с какими-то этими вещами. Ну не идет оно. Но у нас, исходя, естественно, вот особенно из европейских ценностей, из прав, из декларации о правах человека, при разработке того же самого уголовного процесса, настолько сам процесс этот утяжелили. Утяжелили процесс его, он же до невозможности. На каждый чех следователем можно подать жалобу. Эта жалоба в случае отказа или удовлетворения обжалуется в вышестоящую инстанцию в апелляции, после апелляции в касацию и так далее. И все это до бесконечности. Вы понимаете, многие вещи, которые мы восприняли, они оказались, ну скажем, не лучшие по сравнению с тем, что было. Ведь то, что у нас существовало с точки зрения и процесса, и права как такового, оно функционировало как, ну я не скажу одно из лучших, но не худшее. Поэтому здесь сложно говорить, оценивать эти вещи. Ну и потом, мы не политики, мне как-то вот правоприменителю не очень корректно, скажем, критиковать тех же самых законодателей, зачем они вот так или иначе делают. Вместе с тем, вот развитие судебной реформы, вы посмотрите, это же даже представить сложно, что за наши эти вот с 92-го года это все началось, что за эти 25 лет произошло, что сделали. Разве в те советские времена можно было хотя бы представить, что ты жалобу можешь подать на начальника или на какой-то государственный орган. Это же ничего не обжаловалось, этого не было. Прорыв очень большой и достижения очень большие, я считаю. не только касаясь информационных технологий, но и других. И вот структурные преобразования, особенно последние, связанные с судебной системой, с этими кассационными, апелляционными судами, это вообще, я считаю, достаточно очень сильный рывок в части независимости судебной системы. Пожалуйста, еще вопросы. Спасибо. Добрый день, меня зовут Вхрудинов Ильдар, я студент четвертого курса, у меня вопрос следующий характер. Как мы знаем, Казань выбыла из списка городов, где были расположены суды кассационной инстанции, судов общей юрисдикции. Как вы к этому относитесь и не слишком ли это сильный удар по Казани как к центру правосудия? Да нет, вы знаете, ну, сказать, что это какой-то удар, я знаю всю эту кухню, решение, прошу прощения, политическое в этой ситуации, хотя, конечно, Казань была бы более удачным местом для расположения этого суда, что касаясь кадрового потенциала, что касаясь возможности создания надлежащих условий, информационных технологий и так далее. Ну, как решили, так решили. Что же теперь делать? Самаре бывали? Бывали. Знаете же, да? Самара и Казань. Ну, это две разные вещи в этом отношении. решили таким образом повысить статус города, оно повлияет, естественно, на какие-то иные сферы в этом отношении. Что же теперь делать? Обижаться на этом. Не мы принимали решение. Жаль, конечно. Я думаю, мы бы справились и с созданием нового строительства здания, и с кадровым потенциалом, и к нам люди бы хотели туда жить, самару-то особо-то ехать не хотели. Я не говорю уж про логистику. Это с помощью ВКС в виде конференц-связи вопросы разрешатся, вот, участие, участников процесса в приказационном рассмотрении. Вот, а в принципе, так, конечно. Ну, что теперь делать? Это от нас ничего не зависит. Пожалуйста, еще вопрос. Добрый день. Меня зовут Смак Кавалина, я студентка 4-го курса Казанского федерального университета. Продолжая разговор о конкурентоспособности современного юриста, хочется у вас спросить, как вы относитесь к современной тенденции в юриспретенции, такой, как повышенная специализация и формирование каких-то новых даже отраслей права, которые подчас представляют собой совокупность просто законодательных актов, а не отраслей в нашем каком-то традиционном понимании. Также вы говорили о таком моменте субиографии, как то, что вы сначала возглавляли и специализировались в криминалистике и уголовной коллегии, потом перешли в гражданскую сферу. И из этого другой подвопрос возникает, который касается вообще профессионального эмоционального выгорания, то есть юрист должен либо специализироваться в каком-то определенном сфере вопроса, или же знать все, вообще возможно ли знать все и охватывать все, и какие проблемы возникают. Два вопроса, я так понял, да, и этот, я с первого вопроса начну. Козьма Проткова говорила, нельзя объять необъятное, поэтому ваше суждение о узкой специализации, оно действительно верно. Но, я хочу сказать, что образованный и квалифицированный человек должен иметь представление обо всем, будь то налоговые, страховые и так далее, он должен разбираться во всем, но в чем-то одном он должен быть лучше всех, он должен знать больше всех. Вот тогда он специалист. Мы и у себя это практикуем. Вот, допустим, в каждой уголовной или гражданской коллегии есть составы, специализации, страховые дела, допустим, состав по страховым, они специализируются на рассмотрении этой категории дел. В уголовной коллегии есть состав, который рассматривает дела только несовершеннолетними. Специализация, как такова, есть, она приводит не только к единообразию, но и к тому, что эти люди значительно чаще сталкиваясь с этим видом спорных правоотношений, они становятся в этом деле специалистами. Что касается меня, это достаточно, вы правильно подметили, нестандартные ситуации, таких ситуаций практически в карьерных вещах у Суни не происходит, но тут специфика моего образования в этом сыграла особую роль. Когда я приехал и начал работать, естественно, я столкнулся и увидел приложения к дипломам, которые были у выпускников юридического факультета нашего университета. Вот. Я посмотрел, сравнил со своим. Так как там, где я учился, готовили иностранцев, у нас училось где-то 140 иностранцев и всего лишь 24 советских. Да, 1 к 4, 1 к 5 практически вот мы соотношение было. Естественно, упор в этого всего университетского образования. Он был рассчитан на то, что эти люди, иностранцы, закончив и получив образование, поедут к себе, у себя будут работать. Надо сказать, что в те советские времена только три учебных заведения Советского Союза, это МГУ, если мне не изменяет, Бауманка и Университет Дружба Народов, автоматически их диплом признавался за границей. Остальные все, вот те мигранты и прочее, они вынуждены были там переиздавать экзамены, доказывать то, что они имеют высшее образование и так далее. Посмотрев на эти приложения, я увидел о том, что так как у нас готовили этих иностранцев, у нас, начинаю я просто говорю, уголовное право, я условно говорю, уголовное право, значит, советское, 150 часов, уголовное право буржуазных, 150 часов, уголовное право, значит, развивающих стран, 150 часов, и так по всем предметам. У нас, так как готовили чисто прикладной людей для работы, естественно, в правоохранительных органах, у нас я увидел, уголовное право советское, 250 часов, уголовное право буржуазных стран, 100 часов, уголовное право развивающих стран, 50 часов, потому что для общего развития оно нужно было, а для остальных вещей необходимости нет. И то образование, которое я получил, оно оказалось чисто университетское, и, естественно, значительно шире часть качества этого образования. И мне было достаточно легко переключаться с уголовного на гражданское и с гражданского на уголовное. Поэтому я вам говорю, что за полгода, я перечитав достаточно большой объем литературы, я смог вникнуть в предмет того, чем я буду разбираться. Ну, это вот специфик. Ну, так сложилось. Ну, считайте, повезло, не повезло, а может быть и не повезло, то, что Юрфак не закончил. Все? Спасибо. Ну, и еще в завершении несколько коротких вопросов. Вот у нас есть несколько профессий, так общество устроено, несколько профессий, представителям которых все время в сложную минуту хочется позвонить, попросить содействия. Вот часто звонят, часто пытаются надавить, попросить, обратить внимание на какое-то дело особо о давлении на судей, если проще. я бы не сказал так. Я бы не сказал так. Вот есть эта проблема, она достаточно философская. Один мудрец сказал, дорога во власть это дорога в одиночество. Уходит твое окружение, которое к тебе пытается прийти и что-то попросить, а ты ему отказываешь, люди уходят. Остаются те люди, которые знают о том, что с тобой общаются, не из-за того, что ты по должности. И круг этот сужается. Поэтому приходится разные решения принимать. В том числе я не скажу о том, что совсем никто ничего не просит. Просит, естественно, какое-то давление может быть. Но прекрасно знает о том, что ко мне обращаться с этими вещами бесполезно. Вот. Это одно. Но мы не живем в безвоздушном пространстве. Я патриот своей республики. И в меру возможности, естественно, я и интересы республики стараюсь учитывать при принятии тех или иных решений. Либо я, либо наши судьи. Это есть. Это никуда не деть. Но белое и черным сделать невозможно. И черно-белым тоже невозможно. И это и президент знает, если какие-то вопросы возникают. И я ему говорю, нет, это не положено. Он с пониманием относится и, естественно, без обиды. Хотя я не скажу, что на суд уж очень сильное давление. на суд самое большое давление оказывает, прошу прощения, это общественное мнение, особенно эти вот комментаторы, которые пишут. Вот про это у меня был еще один вопрос. Комментаторы, которые, их по-разному называют, некоторые диванными называют. Меня коровит то, что иногда комментаторы комментируют или высказываются о суждениях, в которых они абсолютно ничего не разбираются и вот огульно начинают это все. А судебная система, к сожалению, беззащитна в отношении этого всего. А вот я тоже помню, начинал там лет 30, о боже, как давно, назад малейшее упоминание суда, судьи, уж тем более, в СМИ вызывало очень агрессивную болезненную реакцию. Как вы реагируете сегодня на то медиаполе, которое не всегда доброжелательно, вот как раз я про это хотел спросить, иногда норовоучительно, излишне, иногда интерпретацией занимается судебных решений. Ну, вот есть такое, да? Как ваша реакция? Так же болезненно, как и 30 лет назад была? Или как? Нет, я нормально отношусь, у нас достаточно конструктивные отношения со всеми средствами массовой информации. Вот, я не говорю о средствах массовой информации, я говорю в большей части вот о тех социальных сетях, которые начинают обсуждать, не ориентируясь в теме, не будучи, не разбираясь в этих вещах. а средствам массовой информации достаточно этот, надо сказать, объективно отражают, да, у них есть свое мнение и суждение, это их право согласно закону о печати, вот, поэтому у судебной системы есть востребованность в судебных репортерах. Вот, я не знаю, здесь есть или журналисты, вот, наверное, их здесь нет, да, но вот не берутся почему-то особо за эту тематику. У нас есть несколько таких достаточно серьезных вот в реальном времени это вот, Ирина, вот, ну, действительно, хоть и зубастая она там покусывает, так скажем, судебную систему, но разбирается в этих вещах, для того, чтобы, когда видно, что человек в теме, он знает, как функционирует система, он не путает апелляцию с касацией, он не путает там другие какие-то вещи в отношении этого, да, это уважение только вызывает, поэтому мы очень хорошо относимся, читаем, учитываем это все, но неприятно бывает в том плане, что когда это вот обсуждение начинается еще до вынесения решения, для того, чтобы оказывать в той или иной форме давление на того судью, который будет выносить решение, он ведь тоже не в безвоздушном пространстве живет, естественно, там, домой придет, а ему жена говорит, ты что, действительно, что ли, его там расстрелять собрался, обсуждать начинает, вот, поэтому, конечно, все это, профессионалы в любом деле, пожелания нам с деканом, вот судебное репортерство, да, на уровне магистратуры можно было бы посмотреть, специализация на это, специализация, еще правовая, да, журналистика, им же юридические, скажем, определенные дисциплины, хотя бы поверхностные, вот, ну, придавать для того, чтобы ориентировались, пожелания по работе, Комсомольской правды был замечательный журналист, Илья Фавруцкий, который всегда писал о, вот, ну, как бы на правовые тематики, то есть, это же профессионально было, и с интересом читался и юристами, поэтому, в любом деле, нужны профессиональные вопросы. Спасибо, ну, и в завершении, вопрос, который в классических интервью не задают, как-то, тебя спрашивают, всегда все хорошо ответят, да, вот, учитывая, что вы все-таки в профессиональном сообществе, да, в сообществе тех, кто придет вот уже буквально через год, два, три в вашу большую профессиональную сферу, тут уже не безинтересно ваше пожелание, в том числе, может быть, ваши и такие жесткие пожелания, требования тем, кто собрался идти этим непростым путем защиты, права. Пожелания какие? Ну, эта мысль, она уже прозвучала, все в ваших руках, кто хочет, тот этого добьется, но я хотел бы сказать, я бы хотел бы вам пожелать, кроме успеха, еще и удачи, вот, потому что успех, это дело трудовое, а удача, она вещь халявная, и не всегда она подворачивается, как это говорят, когда к тебе удача постучалась, ты, оказывается, в соседнем баре сидел, тебя дома не оказалось, нужно быть, чувствовать эти все вещи, вот, и, естественно, трудолюбие, трудоволики больше достигают, чем таланты, я это вот вам, как человек, умудренный жизненным опытом, говорю, вот, работать, 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 все в ваших руках, заходите, достигните, удачи вам, успехов, всего хорошего, спасибо. Уважаемый Ильгий Сидорисович, я хочу сказать, что юридическому факультету повезло, потому что, хоть и не выпускник юрфака, но профессионал с большой буквы и первое лицо, представляющий судебную систему Республики Татарстан, является уже много лет председателем Государственной аституционной комиссии юридического факультета Казанского федерального университета, и огромное вам спасибо вот за ту возможность сегодня пообщаться со студентами юридического факультета, а для студентов нашего факультета я хочу сказать огромное спасибо за тот месседж, который вы, за тот посыл, который вот вы сегодня транслировали, действительно, уважаемые студенты, у вас есть, поскольку вы четвертый курс, у вас есть уникальная возможность представить такую выпускную квалификационную работу Ильгизу Юдрисовичу, когда он будет у нас председательствовать на экзамене и на защите, да, ну, в любом случае, есть возможность представить работу, и вас возьмут, возможно, на заметку, и будут рассматривать в качестве кандидатуры на должность, ну, сначала помощник по суде, а потом плохо тот помощник судей, который не хочет быть судьей, возможно, и вы тоже станете в этой профессии одним из первых, поэтому вам тоже огромное спасибо и удачи. Ольга Сидорисовича. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ